ДИАЛОГИ Сейчас снова настало время, когда угроза ядерной войны между Россией и США становится реальной, как в годы Карибского кризиса. Или нет? Может это все-таки миф? Да, действительно, в мире, как говорил герой одного фильма, стабильности нет. Каждый день мы слышим горячие новости из точек конфликта, с дипломатических фронтов. И особое обострение происходит именно между Вашингтоном и Москвой. Каждый день звучат новые обвинения. И вы знаете, в те годы холодной войны, о которых вы упомянули, в ходу было выражение «брятать оружием», «балансировать на грани войны». И то, что мы сейчас видим, напоминает действительно эти годы. Что касается угрозы, реальности этой угрозы, мне бы хотелось вспомнить о символических часах судного дня или апокалипсиса. В 1947 году есть такое издание бюллетень ядерных ученых, ученых-атомщиков. Они придумали эти символические часы, установив их, скажем так, 7 минут до полуночи. Полуночь – это, скажем так, обозначение апокалипсиса. И каждый год они оценивали степень ядерной угрозы и двигали стрелки часов в зависимости от того, нарастала угроза или уменьшалась. И в 1952 году они поставили стрелку на 2 минуты до полуночи. То есть самое первое положение было 7 минут до полуночи. И так они меняли положение часов где-то больше двух десятков раз. Самый безопасный период был 1991 год, где-то, насколько я помню, 14 часов до полуночи. А в этом году стрелки опять стоят на том же положении, что в 1953 году, 2 минуты до полуночи. То есть действительно, по оценке ученых-ядерщиков, эскалация в мире достигла такой степени, что угроза ядерной войны становится реальной. Но опять же, тут надо иметь в виду, что в 1962 году, в годы Карибского кризиса, мир на самом деле реально находился в минутах. Все решали решения ключевых лиц. Причем не только лиц, которые сидели в Москве и Вашингтоне, Хрущева или Кеннеди, но и тех людей, которые были на передовой. Командиров подводных лодок, например. Был такой эпизод, когда реально командиру подводной лодки приходилось принимать решение, скажем, запускать или нет ракету. Поэтому я думаю, что в данный момент говорить о именно такой эскалации не приходится. То есть угроза, конечно, есть, но мы еще не достигли того предела, который был, скажем, в 1962 году, в годы Карибского кризиса. Ваша позиция понятна. О реальности ядерного сценария свидетельствует тот факт, что ядерный арсенал на планете только нарастает. Да, говорится о сдерживании, подписываются соглашения, но все-таки потенциал нарастает. На смену старым бомбам, к сожалению, приходят новые. Что нам с этим делать? Я бы разделил ваш вопрос на две части. Что касается ядерного арсенала, в мире сейчас насчитывается примерно 15 тысяч ядерных бомб, или единиц ядерного оружия, вернее говоря. На пике цифра была где-то 65 тысяч. То есть это 1986 год, скажем так. Уже практически холодная война близилась к концу. И вот с этой цифры 65 тысяч мы сейчас спустились до 15 тысяч. То есть если вот чисто языком математики ядерный арсенал, скажем так, снизился, да, гораздо, в разы. Но в последние годы мы как бы застряли на этой цифре. Где-то 90, больше 90 процентов ядерного арсенала принадлежит двум государствам, Соединенным Штатам и России. И вы сказали, вот ко второй части переходя, что подписывается договор. На самом деле последние годы каких-то существенных значимых договоров в этой области нет. То есть ядерное разоружение застряло, скажем так, на одной точке. Да, в прошлом году был подписан договор о запрещении ядерного оружия, но его не поддержало ни одно ядерное государство. То есть это в основном были не ядерные государства, в том числе и Казахстан. Они этот договор подписали. Сейчас идет процесс ратификации. Но, к сожалению, опять же повторюсь, эта инициатива не была поддержана ядерными державами. И в чем вы правы? Так это в том, что сейчас ядерная держава больше озабочена не, скажем так, количественными параметрами, а качественными. То есть ядерное оружие с каждым днем модернизируется, улучшается. Хотя ядерных испытаний уже нет, но придумали способы, как это делать без испытаний. И если мы посмотрим на ядерные доктрины ведущих ядерных держав в США и России, мы видим, что роль ядерного оружия в последние годы очень повысилась. То есть порог применения ядерного оружия снизился. Сейчас уже президенты, скажем, выступают, тот же Путин или Трамп, и заявляют о том, что они готовы применить ядерное оружие в ответ на нападение обычными вооружениями, если это будет угрожать, скажем так, существованию их государств. Поэтому, конечно, мир нуждается в более, скажем так, прогрессивных шагах. Мир нуждается в том, чтобы ядерные государства присоединились к этому процессу. И я думаю, очень важным шагом стала бы договоренность на уровне Трампа и Путина о том, чтобы продолжать процесс ядерного разоружения. Кстати, о выступлениях президентов государств. В начале марта президент России Владимир Путин выступил с заявлением о создании нового стратегического ядерного оружия пятого поколения. Он также добавил, что применение этого оружия возможно лишь в качестве ответной реакции в случае наступления на Россию или ее союзников, а также и в случае неядерного нападения со стороны противников. Звучит как устрашение. Однако ряд экспертов и в США, и в России уже высказали мнение, что это громкая боевая риторика лишь прикрытие для бизнеса. Все мы знаем, что и Россия, и США – это крупнейшие продавцы оружия в мире. И запугивать выгодно для такого бизнеса. Согласны ли вы с таким мнением? Весьма интересное мнение. На самом деле вопрос, конечно, сложнее. То есть можно, конечно, упрощать, переводить все, скажем так, в конспирологию, говорить о том, что, да, как бы продвигается бизнес. Но я не думаю, что президент Путин решал какие-то частные интересы. Понятно, что ВПК играет большую роль для России. Это, ну, скажем так, одна из немногих отраслей, в которых Россия на передовых ролях в мире. Но я думаю, все-таки президент Путин, он несколько задач одновременно решал. То есть это был сигнал, обращенный западному сообществу, что, как бы, господа, ну, не стоит, скажем так, оказывать давление на Россию, что у России есть чем ответить. И его можно понять, потому что, скажем так, есть санкционное давление, да, есть какие-то проблемы в Сирии. И если мы вспомним, что предшествовало этому, была новость о том, что в России погибли, скажем так, граждане России, которые воевали в рядах частных военных компаний. Еще какие-то негативные новости. Поэтому, наверное, как бы, Путин напомнил своим западным партнерам, что с Россией надо считаться, какие бы неудачи ее не постигали на военных фронтах. Это раз. С другой стороны, он, поскольку это было послание Федеральному собранию, он, конечно же, это адресовал и внутренней аудитории. Поэтому я бы не стал говорить о том, что это нагнетание ядерной истерии касается только бизнеса, торговли оружием. То есть, есть много задач, которые решаются. Задачи глобального плана, задачи регионального плана. И тут мне хотелось бы вспомнить фразу, которая приписывается российскому императору Александру Третьему, что у России на всем свете нет друзей, кроме армии и флота. То есть, в этой связи, наверное, Владимир Путин тоже вспомнил, что у России нет друзей, кроме ядерного оружия. Но, опять же, я думаю, это упрощение. То есть, Россия – это огромная держава, первая в мире по территории, почти одна шестая часть суши. Как бы мы ни говорили о, скажем так, проблемах каких-то экономических, но это по разным оценкам шестая экономика в мире. Поэтому, я думаю, у России есть не только интересы в сфере торговли оружием, но, как господин Путин отметил, есть какие-то союзнические обязательства, есть какие-то вопросы, связанные с предвыборной риторикой. Поэтому, опять же, я повторюсь, не надо упрощать и переводить это в какую-то конспирологическую плоскость. А стоит ли расценивать это послание президента России как часть его предвыборной кампании, чтобы сплотить народ перед общим врагом и доказать мировому сообществу свою популярность? Частично с вами соглашусь. Конечно, поскольку, если вы следите за ходом предвыборной кампании в России, Путин, кроме послания Федеральному собранию, нигде больше, скажем так, ключевых положений своей избирательной программы не излагал. Поэтому, да, можно воспринимать это как обращение к избирателю. Как вы помните, в 2013 году случились события на Украине, потом произошла аннексия Крыма в 2014 году. Народ России сплотился, скажем так, вокруг Путина. И можно сказать, что так называемый крымский фактор, он большую роль играл. В то время, когда Россия начала испытывать серьезные экономические проблемы, пошли в ход санкции. И вот этот именно крымский фактор, он способствовал тому, что народ объединился вокруг своего лидера. Люди готовы были терпеть какие-то лишения, но прошло уже 4 года, действие этого фактора почти уже сошло на нет. Люди при всем, при том, что у них есть терпение, но у всего есть предел. Поэтому, конечно, перед выборами Путину хотелось взбодрить, так сказать, людей, напомнить о том, что Россия все-таки остается супердержавой. И понятно, что он использовал вот эту риторику воинственную на самом деле для того, чтобы показать гражданам, что с Россией в мире должны считаться. И тут, наверное, такой переход идет от, скажем так, крымского синдрома до, скажем так, концепции осажденной крепости. То есть, опять же, хочется сплотить людей и говорить о том, что кругом враги, все мечтают только о том, чтобы навредить России. Но это, опять же, скажем так, популистский прием. И тут я бы не стал осуждать Путина, поскольку, как бы, понятно, что у него на носу выборы. И он, как бы, использует эти приемы, чтобы стимулировать народ голосовать за него. Но все-таки ваша позиция в основном сводится к тому, что послание президента России – это все-таки устрашение Дональда Трампа. Ну, как бы, да, конечно, одна из целей, но я бы не сказал устрашение. То есть, специалисты прекрасно понимают, о чем идет речь, что из ложного Путиным, скажем так, соответствует действительности, а что, может быть, немного является преувеличением. Что является преувеличением? Ну, как бы, я не специалист в ракетных технологиях, но из того, что, как бы, с чем мне пришлось знакомиться, специалисты, скажем, сомневаются в том, что Россия добилась, скажем так, больших успехов в построении ракеты с ядерным двигателем, к примеру, да. То есть, есть какие-то сомнения. Ну, и вы сами, наверное, видели послание, то есть, та инфографика, которая использовалась. Ну, я не знаю, трудно это назвать, инфографик. Это, скажем, анимация даже не вчерашнего дня, да, то есть, как бы, там все-таки, я думаю, все это готовилось наспех. Видимо, как в последний момент решили изменить все-таки содержание послания, поэтому вот, что получили на выходе, мы все видели. Я думаю, если бы цель была именно в устрашении, то можно было, скажем, более технологичные какие-то средства коммуникации использовать, да. Но, тем не менее, мы видели реакцию американской стороны. Их покоробило немного, что ракеты, скажем так, на этой анимационной карте были направлены в сторону Америки. Но вряд ли это их испугало, да, то есть, у Соединенных Штатов арсенал реагирования, он тоже значительный. Есть, понятно, что Путин говорил о том, что мы можем преодолеть и так далее, но в любом случае, я не думаю, что за этим стоит именно намерение испугать кого-то. То есть, все прекрасно понимают, что это высшая политика. Путин имел в виду то, что он имел в виду, но Трамп, скажем так, гнет свою линию. То есть, в этом плане, я как-то сомневаюсь, что россиянам удалось устрашить кого-то. На фоне всего происходящего, а правильно ли сделал Казахстан, когда отсказался от своего ядерного арсенала? Ведь мы сегодня видим, что это единственное мощное средство для сдерживания потенциально внешней агрессии. Я могу понять, к чему вы клоните. В том плане, что да, действительно, был Саддам Хусейн, был Каддафи. И есть досужие разговоры о том, что будь у них ядерное или какое-то другое оружие массового уничтожения, никто бы не напал на Ирак или Ливию. Но вы знаете, в мире около 200 государств существует, и не все же подвергаются нападению. То есть это были не самые приятные ребята Каддафи с Саддамом Хусейном. Тот же Ирак был действительно агрессивным государством. В 90-м году напал он на Кувейт, к примеру. Ливия тоже, скажем, была не ангелом в этом плане, оказывала поддержку международному терроризму. Поэтому, в принципе, были причины, почему была эта агрессия осуществлена. С другой стороны, если говорить о сдерживающей роли ядерного оружия, конечно, она есть. Тот же пример Северной Кореи. Не будь у северокорейского лидера такого весомого аргумента, кто знает, может действительно Северная Корея уже, скажем так, лежала бы в руинах. Но это все из, скажем так, из области предположений. Мы этого знать не можем. Что касается Казахстана, если мы вернемся в 90-е, в начало 90-х, то давайте вспомним, какое это было время. То есть Советский Союз распался, экономические связи начали распадаться. Нашему президенту сколько было тогда лет? Ну, 51 год, да, скажем так. Он был моложе даже, чем Дмитрий Медведев, если так разобраться. Он не обладал каким-то большим опытом в международных делах. И ему пришлось сразу же столкнуться с такой большой проблемой, как ядерный арсенал. На территории Казахстана был довольно значительный ядерный арсенал. По оценкам, это на тот момент был четвертый в мире ядерный арсенал. И, конечно, с этим надо было что-то делать. Но тут нельзя забывать, что мы только были номинальными владельцами этого арсенала. Поскольку все-таки командный центр был в Москве. Решение о судьбе ядерного арсенала, конечно, мы принимали. Но мы не могли этот ядерный арсенал все равно использовать. И, конечно же, на нас оказывалось колоссальное давление. То есть это было давление не только со стороны Запада, Вашингтона, но и сама Москва не была заинтересована в том, чтобы оставлять ядерное оружие у Казахстана. Поэтому я бы не стал ставить вопрос таким образом. Почему Казахстан оказался? У нас другого выхода просто не было. Нам бы просто не позволили оставить у себя ядерное оружие, что если бы мы, скажем так, начали роптать, то кто его знает, может и нас бы постигла судьба того же Ирака или Ливии. Поэтому я думаю, на самом деле молодая казахстанская дипломатия, она очень мудро поступила, поскольку мы же не сразу отказались. То есть мы проводили переговоры, поскольку речь шла не только о каких-то компенсационных моментах, но и поскольку Казахстан в свое время пострадал от ядерных взрывов, то есть надо было ликвидировать их последствия. Поэтому понятно, что наше руководство говорило о том, что Казахстан должен получить какую-то помощь. И где-то, наверное, в течение года эти переговоры шли. И наш отказ, он не был, скажем так, таким бескорыстным. То есть нам действительно оказали помощь финансовую, техническую. Нам помогли с ликвидацией последствий на Симпалатинском полигоне. Пришли инвестиции в Казахстан. Поэтому сейчас говорить о том, что это было напрасное решение, я бы не стал. Поскольку, опять же повторюсь, нам просто бы не позволили это ядерное оружие у себя оставить. И второе, мы, скажем так, смогли получить своего рода материальную и моральную компенсацию за это оружие, которое было вывезено в Россию. А если вот в глобальном масштабе взять, если так разобраться, то не оружие, скажем так, защищает государство, а ответственная политика. То есть если в государстве не нарушаются права человека, если государство не вмешивается во внутренние дела других государств, развивается стабильно, то, я думаю, и поводов для нападения не будет. При условии, конечно, что оно защищено как своими вооруженными силами, так и со стороны союзников. Ну и в этой связи я бы хотел вспомнить шутку нашего президента, что если бы в мире всеми государствами управляли женщины, то царил бы мир, но просто некоторые государства друг с другом не разговаривали. Наверное, действительно, как бы, вот в чем секрет, скажем так, мира, а не в ядерном оружии. Дорием, спасибо вам за интересное интервью. Это была программа «Диалоги». С вами была Айнаш Сагандыкова. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова